всем большой привет сегодня расскажу вам вот о таком красавчике от компании или бренда нарцисса родригес нарциско нарсисо наркисо сразу всем варианты даю кто как считает правильно называть называется аромат фохио просто для нее такой сувесистый флакон как вы видите непрозрачный черный крышечка пластиковая у него ну в общем такой достаточно солидный вид у этого аромата и розовенькая такая вот розовато-белая надпись что можно сказать об этом аромате я его купила по рекомендации моего знакомого он мне сказал что если ты хочешь выбрать какой-нибудь себе аромат бери этот стопроцентный как бы кайфовый аромат который будет и тебе нравится и окружающим кто будет рядом чтобы находиться будет нравится в общем проверенные уже такой вот ароматик и он не его очень порекомендовал так вот уверенно я собственно говоря сразу такой флакон и схватила это было наверное лет 12 назад то есть это очень очень давний аромат может даже больше ну просто если чуть чуть подробнее узнать об этом аромате оказывается он еще в 2004 году уже выиграл награду фифи и потом и как аромат года женская новая ниша в 2007 он повторил успех но я его купила практически вслепую поняла что для меня это слишком такой резкий смелый аромат и какое-то время даже им особо не пользовалась периодически слушала его с полочки и мне казался он иногда очень красивым один раз поддушилась и пошла и все и на следующий день уже им не пользуюсь но есть примерно такая история поэтому он у меня очень очень много лет он уже скажем так старого разлива вот недавно я что-то переслушивала перенюхивала все ароматы дома какие ароматы мне взять для осени и он очень красиво запах цветами но для меня это супер мускусный аромат я очень люблю мускусы в ароматах но он очень мускусный и в основном этот мускус и слышен в нем но вот осенью открываются очень красивые цветы хотя если посмотреть на пирамидку там особо цветов и нет то там только апельсиновый цвет вот а все остальное например османтус это какая-то такая более лекарственная травка бергамот но как бы в сердце аромата у нас там мускус и амбра амбру я очень люблю не сильно слышу ее в этом аромате но мускус здесь конечно зачетно но интересно то что он еще и в сердце аромата вот и в базе здесь ветвей ванили почули ну честно говоря для меня это просто супер мускусный аромат с нотками цветов и цветы не всегда проявляются но когда они проявляются это прям очень красиво по стойкости на мне он держится часов шесть но если сделать пшиков 5 4 5 пшиков можно вполне вынести и хотя он очень сильный такой стойкий не стойкий а просто сильный такой ароматный и шлейф у него наверное но вот как после нанесения точно наверное метров 10 после вашего ухода будет слышно прохода скажем так как бы потом уже постепенно он затихает но где-то метр будет слышно от вас весь этот период носки часов шесть вы его ощущаете он исчезает появляется такое приятное очень но опять же вот в определенную погоду что ли ну не знаю какая то должна быть химия определенная в воздухе чтобы он проявлял вот эти вот очень красивые цветочные ноты по цене нормально у него цена до сих пор эта фирма держит вполне разумные расценки на свои ароматы у них вышло очень много красивых новых ароматов из них мне не все нравится мне нравится пио маск такой белый флакончик тоже такого формы и новый аромат там по-моему амбра и роза что такое он коричневый флакон тоже очень красивый аромат но я подозреваю что с ними будет такая же история что они в определенную погоду только классно звучат в основном это чисто такой мускус конкретный вот но я думаю что этот аромат больше женский конечно но может быть какой-то парень на себе его вполне сможет носить потому что это достаточно такой смелый громкий резкий аромат вот особенно когда после нанесения немножко он даже отпугивает а а потом он становится очень таким нежным вот эти вот ванильки всякие начинают потом присутствует на вашей коже и они уже такие более унисексовые он не чисто женский я бы не назвала его чисто женским может поэтому он мужчинам и нравится мне собственно его мужчина порекомендовал хотя он его обонял на женщинах вот что еще можно сказать про этот аромат ну в общем изначально как я поняла этот аромат был создан именно таким как он есть то есть сначала он очень 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 дерзкий подчеркивает женскую сексуальную агрессию такую потом он смягчается превращается в такую вот нежную кошечку в общем аромат для привлечения женщинами мужчин изначально позиционирование у него такое было то есть он принципе и призван привлекать внимание с чем он прекрасно справляется по поводу комплиментов я его не очень часто носила но комплименты я на него не получала но в принципе мне это и не очень важно и мне даже не сильно нравится когда люди обращают внимание на мой парфюм как-то я не люблю очень очень громкие ароматы мне кажется что аромат должен быть заметным но комфортным как для вас так и для окружающих вот а этот он такой в начале прям он очень такой борзый резкий громкий мускусный такой но опять же мускусы не дешевые здесь такие очень красивые мускусы что такое мускус это вообще такой вот какой-то тонкий резкий такой колкий аромат я даже не могу сравнить его с запахом или с едой со вкусом вот с ощущениями больше можно сравнить вот сейчас еще послушаю вот сколько она говорила не помню уже да и он очень пудровые то есть вот если с крышечки его послушать то ощущение что нюхаете просто пудру какую-то детскую или да хочется его нюхать он такой очень манкий но опять же вот какие то вот не знаю я и я слышу в нем цветы ягод я в нем не слышу он достаточно сухой если можно так выразиться ну вот чтоб сложилось у вас впечатление о нем наверное вам лучше нанести его на себя но единственное что я могу точно сказать что этот аромат очень зависит от климата то есть если климат не подходит он вам будет казаться скучным резким и все если климат подходящий например осень вот как сейчас утро почему-то для меня это дневной аромат не вечерний хотя многие его рекомендуют на вечер но для меня нет он какой-то очень энергичный для вечера вечером хочется что-то более такое мягко он очень энергичный бодрящий и прекрасно подойдет как мне кажется для осени если у вас есть этот аромат или какой-то у вас опыт или история с ним мне будет очень интересно узнать ваше мнение большое спасибо за просмотр надеюсь вам было интересно всем отличного дня пока пока